Привет, мои сладкие передумающиеся и редкие. Сегодня с Вами снова я, Террина Надя. Сейчас я покажу Вам свои канцелярские книжные покупки. И начну я с бумаги, которая тут никак не хочет лежать и хочет скорее показать себя. Так, покажу сразу два листа. Вот такие вот. Первый идет у нас с васильками. Очень красивый, зеленый такой, нежный-нежный. И красивые цветочки тут. С другой стороны он в клетку обычную. Тоже очень красиво смотрится. В основном, конечно, из-за клетки, потому что иногда нужен бывает такой вот фон в дневнике. Вот, что-нибудь делать на нем. Например, для ежедневника. Вот, но и этот фон тоже очень красивый. Этот листок стоил 36 рублей. Второй листок вот такой. Я не стала вытаскивать из пакета. Вот ценник, 36 рублей. Здесь надпись «Путешествие длиною в жизнь». Морская тематика, опять же, моя любимая. Когда я вижу, я сразу покупаю листы, если есть, с морской тематикой. И здесь еще красивее. Вот такой вот фон с карточками, рамками. И, скорее всего, я просто буду их вырезать. Особенно вот этот вот маяк. Меня больше всего заинтересовал. Я собираю маяки. Очень люблю их. И чайка вот здесь вот красивая. Парусник вот этот тоже. Кораблик. Все очень красивое. Типа марки такие, рамки. Очень, очень. Следующая покупка канцелярская. Начну с вот таких вот трех кюветов. Это «Белые ночи», «Акварель». У меня нет таких цветов. Я решила себе докупить. Очень дорого стоило. 83 рубля один кювет. Где в Москве, когда я закупаюсь в этюднике, там стоит 70 рублей вот такой кювет. Да. Так что вот так вот. Купила только три. Потому что не было остальных цветов, которых у меня нет в палитре. И я расстроилась. Хотела купить все синие оттенки, которых у меня нет. Вот. Но было только вот эти вот три. Я их еще не открывала. Потому что у меня нет дополнительной палитры. И хочу ее купить и туда на 16 цветов. Либо хотя бы на 8. И туда положить вот эти вот маленькие кюветы. Да. Вот этот цвет очень красивый. Теперь фломастер заказывала с лабиринта. Барамбов марка. Очень их нахваливали. Но мне они не понравились. Да. Кстати, я расстроена. Я хотела, чтобы они были действительно вот с такими наконечниками, как кисточка. Чтобы они не просвечивали бумагу и толстые линии писали. Как я покупала где-то уже почти два года назад. Покупала я в Ашане фломастеры. Акварельные они назывались. По-моему тоже 24 цвета. Такие толстые, небольшие. До сих пор пишут. Но некоторые цвета у меня уже закончились. Вот. Они не просвечивают бумагу. И они очень круто рисуют. То есть я люблю в дневнике, в ежедневниках какие-то слова выделять толстым фломастером. Маркеры он просвечивает из-за спиртовой основы. А фломастер он должен быть на водной основе и не толстым просвечивать бумагу. Но вот эти фломастеры они просвечивают. Хотя здесь написано, что они на водной основе, не токсичны и не содержат спирта. Вот. Легко отмывается от рук. Пять недель без копачка типа могут держаться. Вот. И сейчас покажу. Я тут делала себе бумагу. Проверяла оттенки. Хочу показать вам. Да. Не все, конечно, оттенки я проверяла. Но первую сторону. Вот такие цвета у них. Как видите, очень тонкий наконечник у них. Прям вот тонкой-тонкой полоской. И просвечивает. Да. Прямо просвечивает такую бумагу альбомную. А в дневнике еще тоньше бумага. Поэтому все будет на обратной стороне. И будет некрасиво обводить буквы. Поэтому я не знаю, что делать. Оставлю его, наверное, для раскрасок. Их, точнее, фломастеры эти. Для раскрасок, наверное. Ну, посмотрим. Вот такие вот у них колпачки. Такие у них цвета. Вот. А на обратной стороне цвета другие немножко. Интересные, конечно, оттенки. Но не по мне. Да. Не по мне. Теперь переходим к книжным покупкам. И я покажу вот такую первую книжку. Это творческий блокнот. Называется «Аниморфозы». Очень давно хотела его и поняла, что, наверное, для канала он будет довольно интересный. Потому что это необычная такая раскраска. Необычный такой блокнот. Вот. Здесь иллюстрации Керби Розаниса. То есть, в этой книжке в основном иллюстрации идут. И сейчас я покажу вам. Она, кстати, идет на резинке. Очень такой тугой. Посмотрите, какая красота. Вот. Здесь просто оранжевая бумага. Рисунка. А здесь кажется... Нет, здесь как обложка. Да. Здесь будет много оранжевых таких раскрашенных рисунков. Здесь этот блокнот принадлежит. Надо написать. И дальше пошли вот такие иллюстрации, которые мы должны раскрасить. А здесь заполнить белые места сами. Я думаю, что здесь я буду писать какие-нибудь тексты. Может быть, цитаты какие-то, которые понравятся. А может быть, какие-то мысли свои. Вот. Очень тоже нравится, когда так сделаны бортики по бокам. Потом такая иллюстрация есть. Сейчас покажу под... Под спидпейтинг, да. Вот такая вот книжечка. Остальные полностью страницы я покажу в отдельном обзоре про эту книгу. Вот. И думаю, что будем с вами вместе выполнять, разукрашивать эти странички. Вот. Надеюсь, что вам понравится. Следующая книжка выглядит вот так вот. Эпичный блокнот. Фантазируй. Создавай. Отличайся. Супер-мега-креативный дневник. Очень классная книжечка. Очень тонкая, между прочим. Да. Стоит она тоже дорого. Для такой тонкой. Но здесь очень интересное задание. Вырази за себя в этом эпичном блокноте. Разве мечты или истории любимой песни. Создавай своих личных супергероев. Здесь ты найдешь целую кучу идей. Списки, рисунки, скетчи и многое другое. Не бойся создавать что-то новое. Приобщайся к творчеству, захлестнувшему весь мир. Дерись своими достижениями в соцсетях. В Рэкзис Чёрнл Инспирейшн. То есть, эта книжка сделана на основе в Рэкзис Чёрнл. Знаменитого Уничтожь меня. Вот. Но она не относится к автору. Здесь я даже не знаю, кто автор. По-моему, просто Эксмо. Осква. Да. Вот так вот выглядит. У меня не помещает здесь кадр. Вот. Да. Вот так вот. Написано, что издательство Э. Нервой бестселлер. Блокнот для счастливых людей. Итак. Задание здесь очень кариативное. Очень необычное. Которых я еще не видела в других книгах. Во сколько можно сложить эту страничку. Затем. Нарисовать 3 вещи, которые я потеряла и по которым очень скучаю. Нарисовать 5 самых необходимых вещей, которые есть в холодильнике. Затем, что внутри моего желудка. Всякие разные такие вот задания. Что еще здесь есть? Здесь есть вот такое. Положили из какого у него дерева под страницу. И держа календаш под острым углом к бумаге. Обведи его, создай природу. Потом есть. Найди отличия и обведи их. Сколько ты их нашел. Съешь цветом леденец, а потом обрежи страницу. Нарисую, что у тебя сейчас в мусорном ведре. Там гусь. Посмотрите. Потом. На этом развороте нарисую карту своего города. Ты пекарь. Украсть тоже для дня рождения. Ну и так далее, так далее, так далее. Полный обзор будет на канале и также будем вместе с вами работать над этой книжкой. В подарок на день рождения получила вот такую раскраску, которую я очень сильно хотела. Это шедевр Ван Гога. Я обожаю Ван Гога. И раскрашивать его картины для меня будет еще большим удовольствием. И книжка такая необычная. Она от издательства Клевер. И это тоже антистрессерс краска считается. Здесь идет текст. Потом полезные советы, как правильно разукрашивать. Показано, что карандашами, но я хочу попробовать красками. Идут картины и пошли раскраски. Вот так вот. Мы не знаем изначально, что мы будем разукрашивать, что будет в итоге. Здесь только точками показаны цвета, которые мы должны использовать. Но я уже вижу, что это сам Ван Гог сидит. Есть вот такие, разные, 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 разные. Вторая половина книги идет с его картинами. То есть нам здесь показывается то, что мы уже разукрасили с вами. И то, что у нас должно получиться... Ну, в общем, это как маленькая такая подсказка нам. Я думаю, что эта книжка очень интересная. Особенно для любителей Ван Гога. Вот эту книгу я тоже получила в подарок на день рождения. Вместе с книгой Ван Гога. Книга гениальных идей и как их придумывать. Я очень давно ее хотела. У нее тоже очень необычное наполнение. Она очень интересно сделана. И намного отличается от других книг творческих. Итак, братья Маклет. И она вот такая толстенькая. Сейчас я вам расскажу, что здесь написано. Привет, я Грек. Этот блокнот поможет вам придумывать идеи. Я Майлз. В общем, мы хотим, чтобы вы заполнили его словами и картинками, которые сведут вас с мертвой точки. Сдвинут вас с мертвой точки. И послужат началом всяких замечательных дел. Творческий блокнот от лауреатов премии BAFTA. Сценаристов, аниматоров братьев Маклетт. Рашвили до воображения выведет из творческого ступоля. Это книга от мифа. Вот. Ман Иванов Фербер. Здесь очень интересное задание. Например, вот такое вот есть. Воплотите свой образ здесь. Необычная архитектура. Где бы вы ни жили, неподалеку всегда найдется здание, которое можно назвать странным. Оно выделяется среди других домов. Нарисуйте это здание и представьте его в новом окружении. На горе или острове посреди озера. Кто в нем живет? Какова их история? Потом дайте имя персонажа. Пишите его в облачках. Чем он хорош? Какие в нем изъяны? Какова история его в семье? Из-за чего он волнуется? Чего хочет достичь? Потом придумаю историю. Нет. Остановитесь. Вернитесь в него. Рисуйте музыку. Как найти идеи. Креативное пространство. Сны. Шалости. И так далее, и так далее, и так далее. Очень-очень много всего интересного. Очень приятные страницы. Даже вот такие смешные здесь есть. Этим существам надо голову придумывать, а этим тела. Тоже будем с вами ее заполнять и вместе что-то придумывать. И последний блокнот. Я купила себе на день рождения в подарок. Вот такой. Их было очень-очень много разных. Они как бы для смажебруков, для личных дневников. Но я хотела именно для личного дневника, для следующего. Вот. И мне очень нравится обложка. Она такая нежная, красивая. Здесь вот глянцем так отделаны облака. И вот этот воздушный шар. И название. Мой путь к мечте. Блокнот для записи планов, целей и желаний. Он самый толстый был. Просто очень-очень толстый блокнот. Даже видно вот сколько здесь сшитых страниц. Вот так вот сделано здесь. Сзади он вот такой вот. Не менее красивый. Я бы хотела даже себе чехолный телефон с таким оформлением. Вот. Это вроде бы тоже Exmo Down. Он стоил 490 рублей. И здесь просто оформленные страницы. С разными фонами. Очень-очень красивыми. Я считаю, что здесь самые красивые фоны, которые вообще выпускали они в своих блокнотах. И также здесь есть цитаты иногда встречаются. Так что вот такой вот блокнот. Очень красивый. Просто безумно красивый. Там было еще два, которых я хотела взять. Но думаю, что теперь в следующий раз. А может быть не хватит и этого. Потому что посмотрите какой он толстый. Я думаю, такой толстый я только в течение года буду заполнять. Если не больше. И он возможно надоест. Хотя, кто знает. Здесь такие разные фоны, что они могут и не надоест. Да. Прелесть. Просто-просто прелесть. Не могу вдохновлять. Страшно просто. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы нашли для себя что-то новое. Интересное. Вот. И... Скоро начнем с вами работать над этими блокнотами. Всех любезула обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.